Мы проиграли сегодня ребаунд. Три подбора проиграли. Навязали борьбу, вторая половина была лучшая. Поздравляю Химик с победой. Очень плохая от нас первая половина, намного лучше вторая, хотя все равно качеством нашей защиты я не даваю. К сожалению, мы не справились в первую очередь с жестким, жесточайшим прессингом. К нему мы готовились, но, к сожалению, каждый из ребят, которые выходили из лавки, допускали минимум одну потерю. Все это трансформировалось в плюс 11 перерывов. Потом нам очень много сил приходилось тратить на то, чтобы вернуться в игру. И когда мы вернулись в игру, ни в коем случае я не хочу оправдываться, не хочу поставить под сомнение победу Химик. Но вторую игру нам судьи не дают сыграть. Я считаю, что принятое решение было неверным. Когда ты атакуешь, и когда они пропускают фолл на большом, после этого давать не спортивный, из плюс 1 ты выходишь сразу в минус, без шансов вернуться. Это в последние атаки. То же самое, что было с Запорожьем. Такое чувство, что на нас экспериментируют с судьями. Опять я уверен, что опять будет разбор, опять будут наказания и так далее. Но мы вторую победу отдаем. Честно скажу, я никогда не говорил о судьях. Я много сезонов не говорил о судьях. Ну, всему есть предел. Я в течение игры ни разу не получил даже предупреждения. Я терпел то, что не пропускали пробежки. И при этом, да, ну пропустил. Ну как? Если я пропустил замену, значит я проиграл, значит я виноват. Ну как же так? Это работа. Извините, что я так эмоционально, но если честно, надоело. Просто надоело. Я считаю, что если вы хотите профессиональную лигу, должно быть профессиональное судейство. Не хочу конкретно назвать фамилии, пусть разбирается орган, который этим должен заниматься. Но я считаю, что несколько было просто грубейших ошибок. И концовки. Ну дайте нам доиграть баскетбол. Зачем судейский свисток решает исход матча? Тем более такого красивого. Химикс победы, спасибо. Я считаю, что мы играли довольно тяжело. Я считаю, что мы сделали несколько моментов как команда, но в конце мы сделали это как команда. И Типов сделал довольно важные фри-троли, чтобы помочь нас победить. Я считаю, что мы всю игру, потому что было несколько ключевых моментов. Мы всю игру стояли один за другого, оставались командой. И было несколько очень важных бросков, которые помогли выиграть сегодня. Добрый вечер. Поздравляю всех с победой. С победой от хорошей команды. Команда, которая идет вверху турнирной таблицы. Хорошая игра получилась для зрителей. Очень нервная напряженная концовка получилась. Молодцы ребята отстояли до конца. Забил Антип важную тройку. Вадик штрафный, Саша штрафный. Поэтому очень хорошая тяжелая волевая победа для нас. И нужно готовиться уже дальше, думать о Днепропетровске.